Сохранение исторического наследия и исторической памяти народа является насущной задачей любого государства. Беларусь – не исключение. В последнее время в этом направлении в нашем городе делается немало. Идут работы по восстановлению и реконструкции памятников архитектуры и памятных знаков. Установленных героем Великой Отечественной войны ведутся раскопки для того, чтобы открыть новые имена героев, а в последующем увековечить память о них. Об этом и не только в ходе сессии депутатам, рассказала начальника отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Симашко. Историко-культурная ценность не очень много. 390 у нас всего лишь, если посчитать, 390. Значит, какие-то они объединены в комплексе, например, в комплексе Брестской крепости, в комплексе историческая застройка города Бреста, центр города Бреста. Какие-то по отдельности. Множество воин, постоянно разрушали наш любимый город, уничтожались его жители. И, к сожалению, у нас от тысячелетнего Бреста осталось, наверное, не очень-то много наследия. Поэтому нужно и важно знать то, что у нас есть и делать все, чтобы все это сохранилось. Место для очередного заседания депутатов было выбрано не случайно. Здание театра кукол является историко-культурной ценностью. Оно представляет собой не только сцену для спектакля, но и архитектурное сооружение, которое имеет свою уникальность и историю. На это сделал акцент глава депутатского корпуса Николай Красовский, добавив, что время идет и диктует новые условия. Это значит, что сегодня как никогда важно реагировать на те проблемы и вопросы, которые существуют в теме сохранения историко-культурного наследия города Бреста. Я бы все-таки хотел бы оттолкнуться от 54 статьи Конституции нашей страны, где прописано о том, что мы должны беречь, каждый гражданин должен беречь историко-культурные ценности своей страны. Почему? Потому что это основа нашего общества, это тот фундамент, на котором строится и наша государственность, и наш суверенитет, и нам очень важно, чтобы это все было сохранено, приумножено и осталось еще очень многим поколением. Брест наш особый город. Почему? Потому что он был всегда в центре всех событий истории, как говорится, на самых главных путях ее развития, и не всегда эти пути были мирные. Поэтому город и горел, и разрушался. Вот. Все, что осталось, не так много, но не так мало, надо досмотреть и надо привести это все в соответствующий порядок. Участие в сессии Брестского городского совета депутатов приняли и представители молодежного крыла. Год мира и созидания и в контексте сохранения исторической памяти связь поколений очень важна. Особенно, если это руководство города и активная молодежь. Неспроста 22-й год был годом исторической памяти, а нынешний год – год мира и созидания. Потому что сохранение историко-культурного наследия – это очень важный аспект в развитии молодежи в будущем для нашей страны. Потому что, ну, как президент заявлял, что молодежь, которую мы сейчас врастим, она будет в будущем, ну, это будет будущее наша страна. Наше государство в данный момент делает все для того, чтобы историко-культурное наследие, историко-культурная память сохранилась. И это одна из наших целей, нашей академии, моей комиссии. И я думаю, ну, вот это сейчас важный аспект. Вот, то есть, сейчас, на данный момент, и неспроста мы сегодня собрались. Анастасия Мелешкиевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Территория более 146 тысяч квадратных...